Сегодня мы приготовим самое популярное блюдо в Мексике, Центральной Америке и в Соединенных Штатах. Это кесаделли. Для кесаделли нам потребуется говяжий фарш, красный репчатый лук, томаты, сладкий перец, острый перец, полутвердый сыр, главное, чтобы он хорошо тянулся, и соус сальса. А также мы будем использовать пшеничную лепешку, можно использовать кукурузу или какие вы можете купить в наших супермаркетах. Первым делом приготовим нашу начинку. Обжариваем наш лук до золотистого цвета и добавим фарш. Добавляем фарш. Наш фарш обжарился до полуготовности. Теперь для любителей поострее добавим нашу остринку, это стручковый перец чили. Кстати, в фарш мы приправили соль, перец и кориандр. А теперь самое время добавить соус сальса. И добавляем наш тертый сыр. Субтитры добавил DimaTorzok Фарш наш готов. Убрали с огня. Пока нарежем овощи. И расскажу вам одну историю. Случилось оно совсем недавно. Летели с другом на самолете. Москва, Лос-Анджелес. По прилету надо было быстренько раскидать вещи, перекусить. Наткнулись на мексиканскую лавку, где готовили отменные кисадилии. Плотно покушали. Я подаю 100 долларов купюру. Официант в шоке. Прибегает менеджер. Что такое? Есть ли у вас другие деньги? Я такой, да, типа рубли. Нет, надо, типа меньше. Оказывается, что с крупными купюрами в Штатах никто не ходит. Хорошо, что у друга была другая купюра Франклина. Двадцаточка. Так мы рассчитались. После этого мы были регулярными гостями в этом заведении. Это блюдо очень нам зашло. Поэтому мы решили приготовить его для вас. Ну вот, начинаем нашу сборочку. Укладываем фарш уже с сыром. Не стесняясь. Кстати, в Штатах есть аналог кисадилии к пицадилью. Значит, фарш укладывается на одну тортилью полностью. Сверху укладывается второй слой. Немного сыра. И в духовку. У нас же основная классика, которая готовится в виде полмесяца. Вот наша первая тортилья готова. Собираем вторую. Тортильи я обжарю на гриле. И буду готовить их к подаче. Ну вот, наша тортилья готова. Сейчас я ее разрежу еще пополам. Чтобы было удобнее ее кушать. Я не знаю. Только какой человек откажется от хрустящей тортильи. С сочной начинкой. Особенно в это холодное время года. Это же очень приятно. Покушать такое блюдо. Тем более из Мексики. С острой начинкой. Хрустящей корочкой. Ну что, ребят. Будем пробовать. Пробуйте вы. Рецепт простой. Если это видео заслуживает вашего внимания, ставьте лайк. Не забывайте колокольчик. Это сильно, это очень важно для нас. Пишите в комментариях, какое блюдо вы хотите. А сейчас мы будем пробовать. Превосходно. Это блюдо заслуживает вашего внимания.